Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события в студии Светланы Кудрявцева. Коротко о главных темах. Новые правила для любителей путешествия – увеличение штрафов для автомобилистов и упрощенный порядок оформления налогового вычета, что изменится в жизни россиян в мае. Ограничительные меры сохраняются. Какие решения приняли на заседание Оперштаба по борьбе с коронавирусом? Отдать свой голос может каждый. В Самаре началось голосование за территории, которые благоустроят в следующем году. Как поддержать любимое городское пространство? Самый лучший вид на Волгу в самом сердце родного края. На каком этапе реконструкция вертолетной площадки? Вечер танцев, вокала и творческой атмосферы. Как прошел гала-концерт областного фестиваля «Самарская студенческая весна-2021». В этом году россияне отдыхают с 1 по 10 мая. Указ о долгих выходных подписал президент Владимир Путин. В Самарской области до конца майских каникул продлили ограничения, связанные со сложной эпидобстановкой из-за коронавируса. В том числе и на все праздники сохранятся обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет, а также запрет на нахождение несовершеннолетних в торговых и развлекательных центрах без сопровождения родителей. Такое решение приняли на заседании областного оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Кроме того, губернатор Дмитрий Азаров поручил активнее информировать жителей о проведении вакцинации, особенно в майские праздники. Темпы вакцинации в выходные дни должны только нарастить. Мы рискуем здоровьем людей. У нас есть все возможности. Мы бьемся за опережающие поставки вакцин в регион. Запустите масштабный обзвон населения с приглашением на вакцинацию. Сформируйте этот речевой модуль, который бы поздравлял, приглашал и в майские праздники использовал. О том, что работу по вакцинации населения нужно усилить во всех районах Самары, говорили и на заседании городского штаба по борьбе с коронавирусом. Чтобы создать коллективный иммунитет, нужно привить не менее 60% населения. И майские праздники – подходящий период для тех, у кого нет времени сделать прививку в рабочие дни. В городе в круглосуточном режиме работает прививочный кабинет на Мичурино-125. Кроме того, в течение всех праздников будут организованы выездные прививочные пункты возле магазинов и рынков. Чтобы сделать прививку при себе, достаточно иметь паспорт. Чтобы ускорить процесс, главы районов должны провести беседы с руководителями предприятий, магазинов, учреждений, расположенных на их территориях, и убедить в необходимости прививаться. Но на такие встречи нужно приглашать врачей, чтобы люди могли получить информацию о вакцине из первых уст. Такое поручение дала глава Самары Елена Лапушкина. Не отстраняться и убеждать людей, что это необходимо сделать. Конечно, без врачебных знаний мы здесь не обойдемся. В Самарском регионе вакцинировали от коронавируса уже более 300 тысяч жителей. Напомню, в области прививают тремя вакцинами. Процедура не только бесплатная, но и доступная. Как она проходит, расскажет мэри Елчан. Екатерина Кравченко стала 300-тысячной жительницей губернии, которая сделала прививку от COVID. Женщина работает в органах опеки. Ежедневно к ней на прием приходят множество людей. Для того, чтобы обезопасить и себя, и посетителей, Екатерина решила пройти вакцинацию. Многие из моих знакомых уже привились. Никаких побочных эффектов особо не было. Поэтому я приняла решение, что тоже можно сделать. В планах медиков привить 60% взрослого населения Самарской области. Сегодня в регионе есть все три вида вакцин. Гам-ковид-вака, пивак-корона и кови-вак. Все препараты в достатке. Пройти бесплатную процедуру может любой желающий старше 18 лет, не имеющий противопоказаний. Как в стационарных, так и в мобильных пунктах проконсультирует врач. Также работает горячая линия по номеру 122. Приходят совершенно разные категории. По статистике у нас около 50% это граждане старше 60 лет. Вакцинируются. Также приходят люди, имеющие хронические заболевания, сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, злокачественного образования. То есть люди сейчас стали более целенаправленно приходить на вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции. Возможность привиться у жителей губернии есть и в майские каникулы. Поликлиники будут работать в обычном режиме. Есть два круглосуточных пункта вакцинации в Самаре и Тольятти, а также мобильные пункты в общественных местах. Кроме того, маломобильные граждане смогут вакцинироваться на дому. Для этого необходимо обратиться в свою поликлинику и вызвать мобильную бригаду. Мэри Елчан, События. В Самарской области ветераны получат дополнительные выплаты к 9 мая. Такое решение принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. К знаменательной дате по 10 тысяч рублей выплатят инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. По 5 тысяч – труженикам тыла и блокадникам. По 2 тысячи рублей – бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, а также членам семей погибших в годы войны. В мае также пройдет регулярный пересчет социальных доплат к пенсии работникам угольной отрасли и гражданской авиации. Для путешественников начнут действовать новые правила, для автолюбителей увеличатся штрафы за нарушение. А вот оформление налоговых вычетов, наоборот, станет проще. О нововведениях мая расскажем в следующем сюжете. С начала мая оформить сделку по купле-продаже поддержанного автомобиля физические лица смогут на сайте госуслуг. В ГИБДД ездить не придется, сведения туда поступят автоматически. Это позволит мне составлять письменный договор и направлять заявление о регистрации перехода права на автомобили непосредственно через электронные сервисы. В будущем это позволит отследить историю продажи автомобиля, когда вы его покупаете. То есть вся эта история будет храниться в электронном сервисе. Также эксперты напоминают, что с 1 мая вырастут штрафы для водителей, которые нарушают правила проезда на железнодорожных путях. Если раньше они были 1 тысяча рублей, то теперь это будет 5 тысяч рублей, либо лишение прав на срок от 3 до 6 месяцев. Также у нас запрещается высадка детей безбилетников из общественного транспорта. При этом стоит отметить, что если дети безбилетники находятся в сопровождении взрослых, то они в любом случае должны будут покинуться общественный транспорт. Изменения затронуты любителей путешествовать. С 1 мая все граждане, пребывающие в Россию и за границей, должны в течение пяти дней сделать два ПЦР-теста на коронавирус и загрузить результаты на сайт госуслуг. До получения двух отрицательных результатов туристы обязаны соблюдать самоизоляцию. Для тех, кто путешествует с детьми, вводится послабление при заселении в российские гостиницы. В России действовало правило, которое мешало свободно заселять детей. Нужно было согласие нотариальное, хотя бы одного из родителей, то есть гостиницы требовали. Сейчас процедуру упростили, сказали, что достаточно просто обычной письменной формы согласия родителей и не нужно вот эту всю кутерьму с нотариусом создавать. Еще одно важное решение – Конституционный суд разрешил изымать у должников единственное жилье. Раньше, напомню, была схема такая, что единственное жилье, на нем оно защищалось законом, нельзя было его взять, продать и раздать долги кредиторам. Теперь Конституционный суд сказал, что можно это делать, но есть оговорка. Можно продать жилье, но взамен обязательно, чтобы хватило денег с продажи этого жилья, человеку на обычное жилье, обычной минимальной социальной нормы жилья. Она в регионах некоторых может изменяться. Ну, там не более 20 метров. С 1 мая банки перестанут взимать комиссию за переводы в сумме до 100 тысяч рублей через систему быстрых платежей. С 5 мая граждане юрлиц начнут штрафовать за неузаконенную перепланировку не только собственных квартир в многоэтажных домах, но и в нежилых помещениях. Со второй половины месяца в России упростят оформление налоговых вычетов. Сделать это можно будет без визита в налоговую службу, достаточно будет заполнить заявление на сайте ФНС. С мая также вступает в силу закон о бесплатном обеспечении учеников начальных классов горячим питанием. Но эту норму будут вводить постепенно. Повсеместно закон заработает с сентября 2023 года, но в Самарской области это требование уже начали исполнять. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, События. Выбрать пространство для благоустройства может каждый. На этой неделе началось голосование за те городские парки, скверы и бульвары, которые преобразят до неузнаваемости уже в следующем году. Средства выделят по федеральной программе формирования комфортной городской среды. На финансирование сейчас претендует 19 общественных территорий в разных районах Самары. Их выбрали сами жители и разработали дизайн-проекты. Ознакомиться с ними можно на сайте 63.городсреда.ру. Там же можно оставить свой голос за понравившийся проект. Тем, кто не имеет выхода в интернет, будут помогать волонтеры в торговых и многофункциональных центрах. Кроме того, каждый желающий сможет получить бесплатную консультацию по голосованию, позвонив по телефону горячей линии. В прошлом году по этой программе в Самарской области благоустроили 6 общественных пространств и более 50 дворов. Убедительно прошу всех жителей Самары принять самое активное участие в голосовании. Именно от вашего решения будет зависеть, какие территории будут у нас с вами благоустроиться в 2022 году и какие результаты мы уже увидим в 2022 году. А уже в этом году жители и гости Самары могут увидеть и прогуляться по обновленной вертолетной площадке в Красноглинском районе. Территорию начали благоустраивать в прошлом году. Сейчас рабочие вышли на финишную прямую. Как идет реконструкция на этой неделе проверила голова города Елена Лапушкина. За строительный забор проник Андрея Горгуленко и готов рассказать, когда именно вертолетка станет доступна для самарцев. Прекрасная территория вертолетной площадки на первый взгляд выглядит уже почти готовой принимать гостей. Но пока пространство все еще скрыто от посторонних глаз строительным забором. Рабочим необходимо завершить озеленение, доделать покрытие в нескольких местах и установить оставшиеся элементы благоустройства. На основной площадке сейчас выполняется еще деревянный настил в двух местах под качели. Произведем монтаж самих качелей навесных и на ротонды положим поликарбонат. Основную часть работ на этой площадке выполнили еще в прошлом году. Как обновленная территория пережила снежную зиму, проверила глава Самары Елена Лапушкина. Она пообщалась с подрядчиками и оценила качество установленных конструкций. Мы приехали посмотреть, как площадка пережила зиму, какие есть проблемы. Но проблем нет никаких. Прекрасные и растения пережили зиму, и покрытия все пережили зиму. Небольшие необходимые доделки. Ну и, конечно, тот план, который у нас есть, надо, конечно, доделать до конца. Реализация масштабного проекта благоустройства территории стала возможна благодаря поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Ожидается, что обновленная площадка будет популярным местом для прогулок. А потому подрядчики рассматривают вариант с обустройством дополнительных парковочных мест. С вертолетной площадки открывается, пожалуй, один из самых прекрасных видов на Самару и на Волжские просторы. Пока им наслаждаются только строители. Но уже 1 июля эта красота будет доступна для самарцев и гостей города. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. А вот подходящая погода для комфортных прогулок установится уже в майские праздники. Синоптики прогнозируют потепление. Напомню, что в начале апреля столбики термометров поднимались до плюс 30 градусов, затем опустились ниже 10, а по ночам в регионе и вовсе стремились к нулю. С чем эксперты связывают температурные качели и ждать ли изменения климата, выяснила Мария Левина. В начале месяца самарцы открыли курортный сезон с водными процедурами, но не успели насладиться теплом, как вновь пришлось доставать теплые куртки. Погода в средней полосе России не устает удивлять и продолжает бить рекорды. Впрочем, специалисты к капризам погоды уже привыкли. Аномальной погоды эксперты не называют, но то, что произошли некоторые изменения, не спорят. Например, 10 лет назад грядущую погоду в Самаре можно было определить, просто посмотрев прогноз погоды в Москве. Воздушные массы проходили через центральную европейскую часть страны. Что касается этого года, неожиданное потепление в начале месяца произошло из-за перемещения сухого казахстанского воздуха. А последующее за ним похолодание – фактор вполне типичный для середины весны. Циклонические образования с Атлантики достигают берегов Волги, поэтому у нас происходит такое чередование периодов относительно теплой погоды и достаточно прохладной. Более прохладные воздушные массы, они проникают вглубь материка. И с большими скоростями, когда они проникают сюда, то не происходит их трансформация. Когда поступает постепенно, то он, продвигаясь над земной поверхностью, воздух прогревается. А когда он перемещается с достаточно большими скоростями, то он вот как был прохладным, так и достигает берегов Волги. В целом российский климат и в частности климат по Волжье долгие годы вызывает споры в профессиональном сообществе. Одни придерживаются мнения, что уже в обозримом будущем средняя полоса станет похожа на пустыню. Другие уверяют – в Самаре становится влажный климат, а о засухах будут лишь вспоминать. Пока эти полярные точки зрения высказывают лишь на уровне экспертных дискуссий. На деле же последние несколько лет в регионе наблюдается потепление. Резкий перепад температуры и, соответственно, изменение климата наблюдалось в конце 50-х годов прошлого века, когда открыли Куйбышевское водохранилище. Зимы стали мягче, а лето теплее. В начале 2021 года на международной арене вновь забили тревогу и возобновили разговоры о таянии полярных ледников. К счастью, они тают медленнее, чем ожидалось, потому что они тают, вода идет в океан, уровень океана повышается. Соответственно, океан больше тепла поглощает, увеличивается площадь поверхности океана и его контакта с атмосферой. А на нас это сказывается вот через циклоны и антициклоны. И есть модель, что если льда растает много, почти весь в Ледовитом океане, у нас вот радуется, северный морской путь откроется, но он распреснится и возможно, что гальстрим повернет обратно, не будет втекать в Ледовитый океан и тогда начнется оледенение с севера. Последствия природных катаклизмов пока не находят отражения в повседневной жизни. Однако уже сейчас мы можем наблюдать, как на колебание температур влияет выброс в атмосферу вредных веществ с промышленных предприятий. Отчего, по утверждению экспертов, в городах теплее, чем за их пределами. Двумя годами ранее отечественные ученые заявляли о смещении климатических полос. По их прогнозам, в Самару должен был прийти черноморский климат. Пока этого не случилось, но подобную возможность никто не исключает. Мария Левина, Григорий Плешаков. События. Министерство просвещения утвердило сроки сдачи ЕГЭ в этом году. Испытания для школьников начнутся 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Сдавать русский язык учащиеся будут в течение двух дней – 3 и 4 июня. 7 числа школьников ждет экзамен по профильной математике, а 11 – по истории и физике. Испытания по обществознанию выпускники сдадут 15 июня, 18 – биологии, письменную часть ЕГЭ по английскому языку. Далее школьников ждет устная часть экзамена по английскому и испытания по информатике. Оно запланировано на 24 июня. В расписании предусмотрены и резервные дни для сдачи ЕГЭ, если по уважительной причине на экзамен попасть не удалось – с 28 июня по 2 июля. Вечер танцев, вокала и творческой атмосферы. В городе состоялся гала-концерт областного фестиваля «Самарская студенческая весна-2021». Тематика трендовая – 60-летие первого полета человека в космос. Творческие коллективы вузов продемонстрировали свои лучшие номера, с которыми, по результатам голосования жюри, отправятся представлять регион на Всероссийской студвесне. Победителей фестиваля поздравил губернатор Дмитрий Азаров. На студенческом празднике весны побывал Михаил Ермоленко. Студентка Ксения Немецкина из творческого коллектива «Ануки» на гала-концерте представила Самарский технический университет. Их номер в родном учебном заведении оказался лауреатом студвесны и попал в программу областного фестиваля. Готовились к концерту круглый год, говорит Ксения. Ожидания оправдались, и по результатам голосования жюри «Ануки» попала в тройку победителей областной студвесны. Очень круто, все было организовано масштабно, как всегда, полная феерия, буря эмоций, мы все под впечатлением. Соперники все очень сильные, все достойны победы абсолютно, мы всех поддерживаем, всех всегда готовы обнять, всех поддержать. В этом году на фестивале, кроме призовых мест, появились и места в особых категориях. Пять участников областного фестиваля наградили дипломами и памятными подарками в номинациях «Лучшее погружение в атмосферу», «Лучшая авторская песня», «Лучший актерский коллектив», «Творческий прорыв», а также «Лучшее художественное слово». Награду победителям вручил глава региона Дмитрий Азаров. Я восхищен, я восхищен тем, что я сегодня увидел. Я очень рад, что у нас вот такая талантливая команда поедет на всероссийскую студвесну. Но еще больше я рад тому, что такие творческие, такие заряжающие по-настоящему ребята живут, учатся на самарской земле, дарят свое тепло, свой талант всем окружающим. В 29-й областной студенческой весне приняли участие студенты вузов и СУЗов. Лауреаты фестиваля «Веснушка» составили достойную конкуренцию своим старшим коллегам. Кроме того, на гала-концерте стало известно, что Самара может стать принимающим городом на 30-м юбилейном фестивале студвесны федерального уровня. Запоминаются эмоции. Через эмоции запоминается фестиваль, потом место, потом все остальное. И мне кажется, что шансы у Самарской области встретить 30-ю юбилейную студенческую весну очень большие. Но результаты мы узнаем на гала-концерте в конце, это будет 19 мая. Победителем фестиваля студенческой весны в этом году стал творческий коллектив Самарского экономического университета. Второе место заняли студенты социально-педагогического вуза города. А третье между собой поделили коллективы Самарского политеха и Самарского государственного университета. Победители фестиваля представят Самарскую область на российской студенческой весне, которая пройдет в Нижнем Новгороде с 15 по 20 мая. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. А самарским школьникам предлагают погрузиться с головой в культуру разных народов. В Центральной городской библиотеке весь год будет проходить акция «Этноэкспедиция» в самом сердце России. С национальными традициями разных народов по волжье познакомился наш корреспондент Сергей Кизоркин. Народный ансамбль «Соловушка» почти 40 лет популяризирует в Самаре русскую культуру. Родители участников коллектива когда-то сами занимались в «Этнокружке». Теперь приводят на занятия своих детей. По мнению руководителя «Соловушки», о русской культуре должны знать не только русские, но и другие национальности нашего города тоже. Только так, добавляет Наталья Борисенко, можно дружно жить в мегаполисе. Самара – это многонациональный, можно сказать, купеческий город, где все национальности живут в мире, в согласии. И, конечно, объединяет всех русская национальность. Чтобы узнать друг друга лучше, представители разных национальностей собрались в Центральной городской детской библиотеке. На третьей встрече акции «Этноэкспедиция в самом сердце России» о своих традициях и обычаях, кроме русских, рассказали армяне, евреи и немцы. Презентацию вели и представители других народов. Мы влюблены в немецкий язык. Это не говорит о том, что мы не являемся патриотами. Зачем нам это нужно? Чтобы чувствовать себя, во-первых, интеллигентными людьми, знающими иностранный язык, культуру других народов. Мне чем нравится то, что подобные мероприятия организовываются тем, что мы узнаем. Вот в обычной жизни мы не знаем, какой человек национальность, какая у него культура. А вот на такое мероприятие все приходим, и да, вот он колорит этот проявляется. Какие-то интересности узнаются. И сами люди узнают вообще о себе и о своих корнях. Акцию посвятили 170-летию образования Самарской губернии. Наши дети, они растут вот в этом таком многокультурном мире, и это их развивает. Это им дает возможность знать больше о том соседе, который живет у него на соседней площадке. Либо сидит с ним за одной партой. Какой он религии, какой он национальности, какие у него есть традиции в семье, как они празднуют различные праздники. Отправившись в этноэкспедицию, зрители узнали, кто возводил Самару. Город строили и проектировали люди разных национальностей. Ваган Каркарьян, Дмитрий Вернер, Михаил Квитковский, Георгий Машков, Александр Щербачев. Задача показать, как каждый этнос внес свой вклад в жизнь нашего города. Показать, чем он разнообразил эту жизнь. И как эта жизнь заиграла новыми красками, благодаря деятельности талантливых представителей разных народов, проживающих в нашем городе. До конца года в рамках акции «Этноэкспедиция в самом сердце России» пройдет еще шесть встреч. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров, События. И продолжая тему национальных традиций. В Самаре прошел конкурс татарской поэзии. Ежегодно он проводится в честь разных поэтов. В этом году были избраны сразу двое. Выступить в поэтическом конкурсе изъявило желание рекордное количество чтецов. Попробовала себя в чтении стихов и Гульфия Сафина. И тугантель, и матуртель, и ткэн энкэн нэнгтеле. Первые и самые главные строки стихотворения Габдулы Тукая давно стали гимном всего татарского народа. И переводятся они как и родной язык, и красивый язык, язык твоих папы и мамы. В Самаре подвели итоги конкурса татарской поэзии. 135 лет со дня рождения Габдулы Тукая и 115 Мусы Джалиля. В этом году представители татарского народа отмечают юбилеи сразу двух своих выдающихся поэтов. Поэтому третий, Самарский, а теперь и межрегиональный конкурс татарской поэзии посвящен в этом году их именам. Это величайшая гордость нашего народа. И мы соединили двух этих поэтов в одном мероприятии. И у нас звучат произведения как Габдулы Тукая, так и Мусы Джалиля. К нам присоединилась Тюменьская область, Пермский край, Краснодарский край, Свердловская область, Чувашия, Татарстан. В поэтических состязаниях приняли участие 370 конкурсантов. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Приветствовались как театральные постановки и поэзия, так и песни, сложенные на стихи. Эта песня идет как бы с хваления Татарстана. Соответственно, Габдула Тукай, которым посвящен этот конкурс, родился в Татарстане. Соответственно, мы восхваляем его родную землю. На удивление, на всех конкурсах как-то волнуешься. Здесь какая-то такая своеобразная атмосфера, семейная. Ну, из-за того, что я учусь в татарской школе, было намного легче учить татарский стих. Но трудности были. Я учусь еще только этого родителя рассказывать стихи. Было трудно, было много конкурсантов. И рассказывала я стих Габдула Тукая «Бейрембюген». Что в переводе, сегодня праздник. Поздравление самарским татарам по случаю юбилейных дат и финала конкурса чтецов передала глава Самары Елена Лапушкина. Верю, что сегодняшний творческо-поэтический конкурс позволит создать важнейшие предпосылки для дальнейшего развития культурной жизни Самары на последующие годы. Привлечь внимание городского сообщества к вопросам развития и сохранения культурно-исторического наследия татарского народа. Финальным концертом конкурс не завершился. Теперь наступает этап рисунков. На произведения известных татарских писателей детям предлагается нарисовать иллюстрацию. Подводить итоги будут онлайн на сайте организаторов. Гульфия Сафина, Максим Гусев, События. На этом наш выпуск завершен. Заходите на сайт Самары ГИС, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok